Сборная СССР в полуфинале уверенно обыграла сборную Чехословакии со счетом 3-0. Два гола забил неподражаемый Валентин Иванов, еще один раз отличился Виктор Понедельник. Югослава же попали в финал сенсационно. В полуфинале они проигрывали хозяевам турнира французам со счетом 2-4. Однако в течение трех минут забили три гола и вырвали победу со счетом 5-4. Кстати, стороной проведения финальной части была выбрана именно Франция, только по той причине, что из трех кандидатов только их сборная попала в полуфинал. Испанцы отказались играть со сборной СССР, а австрийцы проиграли как раз французам. Но поскольку Франция не смогла выйти в финал, интерес к этому матчу был невелик. Отсюда и небольшое число зрителей на трибунах стадиона Парк-де-Пренс. Впрочем, матч получился очень интересным. С первой же минуты стало ясно, что команды равны по силам. Атаки следовали в обе стороны и было важно забить первым. Это удалось сделать Югославам. На 43-й минуте Галич ударом головой поразил ближний угол ворот Льва Яшина. Кстати, тот же Галич открыл счет и в полуфинальном матче с французами. Однако второй тайм сборная СССР начала гораздо более активно, явно намереваясь отыграть пропущенный гол. И уже на 49-й минуте после прекрасного дальнего удара Валентина Бубукина вратарь Югославии Вединич не удержал мяч. И Слава Митровельни первым успел к отскочившему мячу 1-1. Стоит отметить, что у наших соперников матч из-за травмы пропускал их лучший вратарь Шошкич. Возможно, что с ударом Бубукина он бы справился. В любом случае оставалось играть больше 40 минут и могло случиться все, что угодно. Однако прекрасно играли вратари обеих команд. Вединич больше ошибок не допускал, а Яшин играл превосходно, как всегда. Было назначено дополнительное время. И на 113-й минуте Виктор Понедельник с подачей Михаила Мески ударом головой забил победный гол, принеся нашей сборной титул обладателя первого Кубка Европы. Первый Кубок Европы. Первое место СССР, второе Югославия, третье Чехословакия, четвертая Франция. И вот этот прекрасный Кубок, который выиграла наша команда. В аэропорту нашу команду встречали как героев. Вынести Кубок из самолета доверили народному герою Льву Яшину. А затем футболистов чествовали на переполненном стадионе имени Ленина. Народ пришел посмотреть на заморский трофей и на его обладателей. Никто не мог даже подумать, что больше никогда, во всяком случае в 20 веке, наша сборная не выиграет ни одного крупного международного футбольного турнира.